Всем привет! Хочу сегодня сделать небольшой обзор на видеоредактор. Сразу предупреждаю, что видеоредактор у нас будет не Sony Vegas и не Adobe Premiere Pro. Как все привыкли использовать эти видеоредакторы. У нас сегодня будет на обзоре нетипичный видеоредактор, который редко используется. Особенно в русскоязычном интернете. Почему? Потому что у нас популярны Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, EDIUS иногда. Ну и почему-то люди чаще их используют. Я же использую другие видеоредакторы. Это OpenShot и еще один редактор это Shotcut. Также у меня есть еще один любимый редактор. Это... Сейчас не вспомню даже на скидку. Он перекочевал из Linux. Синрелла, по-моему. А на Linux я люблю PTV, кино и некоторые еще редакторы. Тот же Синрелла. Очень хороший редактор. Я вам тоже советую, если вы на Linux работаете. Очень функциональнее. Функциональнее, чем все остальные. Так вот. Сегодня мы рассмотрим Shotcut. Для того, чтобы его скачать, идем в это название. Он подходит только для 64-битных Windows. Этот видеоредактор у нас OpenSource, то есть это открытое программное обеспечение. Кто угодно может его дополнить, кто угодно может его доделать, если у вас есть навыки программиста. Если вы хотите использовать его для коммерческих каких-то проектов, например, как я выкладываю видео, уроки и ставлю монетизацию. И вы можете это делать без проблем. То есть легально, нормально, без всяких проблем. Вот у нас есть он для Linux, Debian, Fedora, OpenSource, Ubuntu, Int. Также Mac и Windows. Давайте скачаем. Нажмем скачать. Вот тут он у нас скачается. Если вам лень это делать, то я оставлю ссылочку под описанием. Подождите 30 секунд и вы перейдете на сайт. У нас здесь есть форум. Новости вы можете посмотреть, если вы владеете английским. Вот здесь они у нас будут отображаться. Видим, что программа обновляется все время. Новая версия выходит регулярно. Что мне в этом редакторе и нравится. Это для меня всегда главный критерий. Когда программа актуальна, ее постоянно обновляют. Тот же самый Vegas, ее в последний раз обновили. В 2015 году уже прошел фактически год, ее не обновляли. То этот редактор у нас обновляется постоянно. И возможно когда-нибудь, я надеюсь, он перегонит своих более именитых собратьев, если обновления будут так часто происходить. Возможно, когда-нибудь здесь появится такой функционал, как у Sony Vegas или Adobe Premiere Pro. Ну давайте дождемся нашей закачки. И естественно установим программу. Для того, чтобы ее установить, вам нужно нажать, будет всего пару кнопок. Это далее, далее, далее. Все. Программка у нас установится. Давайте я отменю, потому что я уже установил ее. В следующем уроке мы рассмотрим OpenShot. Итак, почему же я выбрал OpenShot? Почему же я не пользуюсь теми программами, которые используют все? Это Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. Я объясню, что, во-первых, мне пользоваться ними очень не хочется, по причине того, что они платные. Я как любитель бесплатного софта, у меня это хобби, и я стараюсь использовать бесплатный софт. Во-вторых, сам способ ее получения, что ее нужно где-то искать, где-то что-то, как-то, ну, на каких-то форумах, на каких-то ссылку там. То есть я всех своих знакомых, которые это делают, не понимаю, зачем тратить на это время. Тем более, если твоя задача не сделать какой-то киношедевр, там, да, а всего лишь нарезать видео, там, ставить музыку. Простые операции выполнить, которые выполняются двумя кликами мышки. Зачем для этого качать такой мощный редактор, как Adobe Premiere? Он нагружает систему. Кстати, о нагрузке системы. Эта программа намного быстрее делает рендер, чем те программы, о которых я только что сказал, именитые. Ее работа примерно в 5-10 раз выше, чем у них. При этом у нас здесь очень много фильтров. Смотрите, в этом вся соль. Чтобы, повторюсь, есть русский язык, что очень удобно, мы можем скачать обновления, посмотреть их. Итак, вот у нас есть наши... Давайте сделаем. Вот так, на весь экран. Вот у нас есть наши фотографии, у нас есть музыка, у нас есть видео, да? Допустим, я сейчас записал этот срок, и мне нужно смонтировать видео, выложить его на YouTube. То есть, зачем мне монтировать видео? Ну, допустим, я поставил программу закачиваться, и она качается слишком долго. Зачем томить вас и весь процесс этот снимать, да? Я могу поставить... То есть, отключить запись, потом включить, сделать два кусочка видео, потом нарезать их вместе, и выложить это на канал, чтобы это выглядело более-менее удобным, смотрибельным для вас, да? Вот, для этого мне и нужен, собственно, редактор, или когда мне нужно какую-нибудь фотку вставить, чтобы показать там, если это видеоурок, чтобы нагляднее было, я могу вставить фотографию там, наложить на видео, чтобы более понятнее вам было. И, естественно, когда я хочу наложить на свой урок музыку, фоновую музыку, тоже мне нужен редактор для этого. Ютубовским редактором я принципиально не пользуюсь, мне неудобно в браузере это делать, и у меня очень слабый интернет, там все происходит медленно, поэтому, как бы, у меня другого нет выхода. И вот, вот наше видео, допустим, мы записали урок, либо вы на камеру что-то записали, бросаем его вот в это окошко. Открываем папочку, бросаем его вот в это наше окошко, вот сюда. Ага, не поддерживается формат. Хорошо, сейчас найдем другое видео какое-нибудь. Ну вот, я нашел другое видео, где есть съемка на видеокамеру, на телефон вернее. Попытка номер три. Есть у нас в общем видео. Мы забрасываем его вот в это окно, либо через открыть файл указываем путь. Вот проигрывается наше видео. Для того, чтобы перенести его и начать его с ним работать, перенести его на наш таймлайн, мы зажимаем левую кнопку мышки и бросаем его сюда. Все. Оно открывается у нас в виде дорожки. Верхний ряд это видео, нижний ряд это аудио. Для того, чтобы приглушить аудио, аудиоряд, мы должны будем нажать вот на микрофончик. То есть, мюд. То есть, теперь у нас звук не проигрывается. Это если вам нужно ваш голос убрать, допустим, а наложить музыку, например. Вот я сейчас брошу музыку сюда. Нашу фоновую. Мы должны будем перенести ее на дорожку. Для этого создадим аудиотрек новый и бросим ее сюда. Для того, чтобы уменьшить дорожку, уместить ее, нажмем на вот этот рычажок. Все, перемещаем нашу дорожку в начало и получаем оригинальную дорожку мы выключили, потому что мюд нажат. А это у нас будет проиграться. Ну вот как-то так. Если мы включим наш звук, получится вот так у нас. У меня программа немножко потормаживает, потому что я сейчас записываю одновременно урок и ресурсов компьютера не хватает. Так, ну, сейчас мы включим наш звук. Все, теперь у нас идет звук и у нас идет, значит, наша фоновая музыка. Для того, чтобы сделать тише нашу фоновую музыку, мы идем сюда, в эту вкладочку фильтр, нажимаем на выделенную нами дорожку, то есть нам надо отредактировать, к примеру, аудиодорожку, да? Значит, мы нажимаем на нее, идем в фильтры. Вот наши фильтры включились. Нажимаем плюсик и идем в аудио. Аудио, это аудиофильтры. Что мы должны сделать? Мы здесь должны выбрать громкость. По-английски это pan. Вот. Даже нет, это левый-правый канал, извините. Значит, это у нас будет copy-delay. То есть фильтров присутствует много, видите? gain. То есть вот громкость наша. Мы понижаем громкость на музыке, вот что получается. то есть вот как я в свои уроки добавляю музыку. Также можно сделать на левый канал дать сигнал, либо на правый. Видите, как все это происходит, да? И у нас есть еще разные всякие эффекты. У нас есть реверберация. Давайте послушаем. Также у нас есть delay, compressor, выделить бас и выделить высокие частоты. Например, я могу это добавить к своей речи, если мне нужно. Если у меня микрофон слишком сильно бубнит, я могу вырезать низкие частоты и тем самым сделать комфортнее для прослушивания голоса. Вот как это, по сути, обычный эквалайзер. Очень простой. Смотрите. То есть вы можете применить это по отношению к голосу, к аудио вашему. Это у нас компрессор, который нужен для голоса, то есть, когда вы говорите, есть моменты, когда вы тише говорите либо громче. И все это выглядит вот примерно вот так, когда вы удаляетесь и приближаетесь к микрофону, и все это некомфортно для слуха. Вот так вот, для того, чтобы все было одинаковой громкости, речь была, ну, как бы, более, что ли, профессионально звучала, да, нужно применять компрессор. Как его применять, вы можете посмотреть, так в гугле и наберите настройки компрессора. Вот. И вот, какой-то урок у нас такой будет. И вы все сможете сами обнаружить. Там почитайте, допустим, мы его применим. что изменится. Запись должна стать громче. Как-то так вот. Я надеюсь, вы разницу услышали. Что у нас здесь есть? Плавное затухание, плавное нарастание. То есть, будет нарастать плавно и затухать плавно. Нормализ. Это, по сути, увеличение вашей громкости без клипирования. То есть, без запирания. Увеличитель громкости без искажений, можно так сказать. Ну и больше таких повседневных плагинов, которые пригодятся для постоянного использования. Здесь других нет. То есть, все необходимое присутствует компрессор, изменение громкости, изменение левый, правый канал, аквалайзер. Ну, вот и все, что нужно. Чтобы применить эффекты к видео, выбираем видеодорожку. И добавляем наши, выбираем видеоэффекты вот в этой вкладочке. И смотрите, сколько у нас тут видеоэффектов всяческих. это у нас размытие, яркость, значит, хромакейта, когда вы снимаете на зеленом фоне, как делают типично в кино либо блогеры, да, они снимают себя на зеленом либо синем фоне, потом вырезают его. И могут ставить сзади любой вид. то есть, как угодно могут вид изменять. crop это обрезка, то есть, вот можем такие вот рамочки сделать, как в кино. Вот так вот. То есть, у нас рамочки будут. Давайте, допустим, их добавим. Вот так вот. Мы можем изменить контраст. То есть, вот как-то так вот, чтобы красиво было. Также мы можем добавить эффект старого фильма. Смотрите, вот у нас такой эффект будет. То есть, можете с этой настройкой поиграться. У нас есть зеркальное отражение, то есть, можем повернуть наше видео в другую сторону. У нас есть удаление шума, что очень удобно. Удаление шума, то есть, когда у вас шумит фотка, извиняюсь, видео, смотрите, удаляется наш шум. Работает так, как работает шумодав фотокамер, например. Здесь у нас сила работы нашего фильтра, шумоподавление. шумодавление. Идеально. Идеальные настройки это когда сохраняется как бы убрался шум, но при этом и детали много тоже не убралось. Вот, как-то так, например. и сразу же нам можно выровнять нашу, смотрите, то есть, мы убрали шум и можем сразу же добавить немножко обратно резкости. Да, но как-то сейчас этот плагин работает неправильно. Вот, как-то вот так вот. И у нас даже есть стабилизация. Чтобы ее применить, мы должны выбрать степень стабилизации, которая нам нужна. Допустим, двоечка степень и как сильно обрежется видео. То есть, смотрите, стабилизация происходит за счет того, вы должны понимать, что обрезаются кусочки края видео. Вот. И мы должны выбрать, сколько мы хотим видео обрезать, сколько мы разрешаем обрезать, для того, чтобы программа это сделала. Вот, смотрите, как трясется изображение. Сейчас запомните. Мы нажмем Analyze. вот, у нас идет обработка видео, то есть, его анализ. Когда он завершится, вы сможете увидеть результат того, как программа стабилизировала видео, насколько у нее это получилось и как хорошо она с этим справилась. процесс относительно других программ того же Sony Vegas происходит очень быстро. Там это все происходит намного медленнее. Давайте пройдемся еще по плагинам. У нас есть такой эффект, очень красивый. Это вот такой эффект, который добавляет вот такую рамку на концах видео. Очень часто используется этот эффект каких-то таких документальных кино. Вот так вот допустим немножечко он проявлялся. Выставим на самых краях. Вот красиво получается. При этом у нас делается отдельно вот Sony Vegas нельзя никаких операций выполнять когда происходит стабилизация видео. То здесь мы можем продолжать работать. У нас есть эффект пленки старой старой пленки. Вот видите такой вот эффект. Можем цвета вот так заменить. Хорошо очень порой. Так ну текст само собой можем написать. Вот мы можем выбрать что у нас идет время. Называется timeline. мы можем уместить его куда мы хотим на экран. Вот так просто передвиньте ползунок и вот так вот в любое место можете его убрать. Чтобы убрать эту команду просто уберите таймлайн off и все код у нас не показывается также вы можете рамку вот такую добавить просто с цифрами которые будут бегать для того чтобы убрать их в ц3 убрать дата дата у нас есть или вот такие окошки мы можем сделать имя файла собственно которое у нас используется также мы можем просто написать текст например каникулы деревни пусть будет выбираем шрифт который нам хочется чтоб был допустим вот этот нам понравился мы умещаем его куда нибудь куда мы хотим вот у нас всякие настройки есть можем тень выбрать для нашего текста черную какую нам хочется это у нас в середину поместить вправо или влево здесь у нас в позицию куда мы хотим переместить ну и собственно шрифт выбирается вот этим ползунком вот ничего сложного нет как бы вот так ну и что у нас здесь еще присутствует да фильтров у нас видите сколько можно поднять тона полутона вот как-нибудь так так то есть то есть осветлить видео либо затемнить его либо сделать как-то вот красивее увеличить контрастность увеличить каму давайте давайте вернем как бы немножко поменьше надо сделать вот как-то так также можем изменить цвета если у нас камера синит или фиолетит как-то или вот зеленее сделать видите да вот мне вот так нравится ну и как бы все можем еще убрать цвет и наоборот сделать больше более цветное изображение вот как здесь например ну вот так допустим все мы можем сохранить наш проект чтобы он не потерялся в следующий раз давайте сохраним назовем его деревня допустим сохраняем ждем пока наш анализ завершится напомню что это у нас стабилизация видео я считаю что по сравнению с другими программами она делается очень быстро в этой программе и когда мы завершим все то есть у нас завершится вот это вот вот этот рендер кстати да хотел сказать что можно добавить еще фотографии в промежутках к видео вот как то вот так вот бросаем сюда ее у нас здесь у нас появляется и перетягиваем на таймлайн наш куда мы хотим ее скинуть вот и вот она у нас после видео будет показываться это мы можем делать вот такие вот рамочки которые будут затухать постепенно смотрите видео идет и переход такой будет у нас плавненький такой вот то есть ближе к концу видео он станет темнее и произойдет плавный переход вот стабилизацию я отключил все таки это долго можете сами поиграться здесь будет завершение и вы увидите как изображение обрезалось и стало более стабильным вот если вам интересно я продолжу изучать этот редактор для вас тут есть еще пара интересных функций как разрезать ну как разрезать передвигайте вот этот ползунок вот этот в нужный вам момент и жмете кнопочку с на клавиатуре английскую либо вот где-то здесь у нас здесь должна быть нет это мы не то сделали у нас должна быть где-то кнопочка такая а вот сплит то есть мы разрезали и теперь к каждому отдельному видео мы можем применить свои эффекты то есть вот у нас фильтры можем все это удалить и применить свои эффекты к этому кусочку то есть видите да каждый кусочек мы можем редактировать можем его поменять местами вот перенести сюда допустим фотку мы давайте увеличим было удобно фотку мы поместим вот сюда непосредственно само видео мы переместим вот сюда и что у нас получится у нас получится вот как то вот так вот то сначала идет видео потом будет фотка потом пойдет снова видео вот как то так что стабилизация отменяться не хочет то нажмем экспорт здесь мы можем экспортировать либо сам видеоряд вместе с этим уже то есть мы можем вот так вот нарезать два две аудио дорожки да вместе получается делать одних одну из них одну в mp3 формате вот у нас есть разные форматы ogg warbis это аудио формат с тем mp3 у нас есть смотрите для того чтобы выбрать параметры вот нажимаем mp3 сколько нам нужно герц выбираем битрейт и все нажимаем экспорт и будет у нас наш аудио файл для того чтобы экспортировать видео мы должны выбрать кадек который нам нужен допустим h264 самый распространенный кадек на который записывают большинство камеры для ютюба он очень хорошо подходит тоже у нас есть три разных качества это high profile это высокие настройки это для качественного рендера они нам не нужны можете здесь поменять разрешение допустим хотите вы full hd или хотите например hd но я даже сейчас не hd выберу я выберу sd разрешение потому что мне нужно отрендерить очень быстро чтобы это не занимало много времени соотношение сторон здесь у нас вот здесь можете ничего не менять это ни на что особенно не влияет аудио у нас будет в формате а оси очень хороший формат качественнее чем mp3 и жмем экспорт соответственно выбираем папочку куда мы хотим сохранить видео вот у меня эта папка видео называем его деревня жмем сохранить получается когда завершится обработка вот видите никак не избежать это анализ нет и если это не с Wood Hd тогда у нас и второй операция будет выполнено то есть задание то есть у нас будет и второе задание выполняться это вот обработка уже непосредственно самого рендера обработка уже непосредственно самого рендера да итак друзья я устанавливал паузу и у нас завершился значит завершилась обработка стабилизации и собственно экспортировался сам видеофайл уже готовый сейчас мы посмотрим на результаты экспорта а перед этим давайте все-таки пойдем фильтры и стабилизацию наш посмотрим теперь мы я надеюсь можем видеть результат конечной как она будет выглядеть да все еще это наверное от того что я разрезал этот файл давайте еще раз попытаемся что ли сделать пока у нас анализируется стабилизация давайте покажу вам экспорт который у нас делался вот мы называли файлик деревня и разрешение ставили вот такой вот свойствах экспортированного файла мы смотрим что вот такие у нас параметры экспорт сделался очень быстро буквально минуту и он был готов вот что у нас получилось напомню что мы выровняли цвета не теперь более приятные мы применили вырез шума и мы добавили немножко резкости где-то здесь у нас должна будет сейчас фотография проявиться то есть вот как это все происходит и в конце мы поставили рамки затухания в общем так это все у нас выглядит друзья стабилизация делается очень долго лучше я сниму отдельный урок под это когда урок снимется разместиться ссылочка здесь под описанием на этот урок отдельно по стабилизации тогда пройдемся по ней более досконально более детально посмотрим примеры сравнения как это все делается как результат конечный влияет на то что вернее как настройки влияют на конечный результат какие степени стабилизации существуют в общем лучше снять отдельный урок всем спасибо за внимание пользуйтесь видеоредактором это мой любимый бесплатный видеоредактор полюбил его за функциональность простоту и за быстрый рендер то есть быстрый рендер это его плюс над другими даже платными аналогами всем пока